всем привет привет мы необычно начинаем сегодняшний влог потому что сейчас ночь да и мы решили просто погулять потому что весна пришла мы решили погулять не на самом деле нет просто в очередной раз родители прислали нам посылку и мы пришли ее забирать точнее мы вышли там наш дом вышли во двор потому что сейчас подъедет машина все встретимся с вами чуть позже наверно машина я не буду снимать чтобы не смущать людей которые привезут нам посылку если вдруг вам интересно вот так вот выглядит улица темная улица в германии выглядит вот так просто мы перед этим снимали себя на переднюю камеру а в ней все выглядит намного темнее ночью для того чтобы водителям маршрутки которая принят привезет нам сумки не было слишком грустно ездить по ночам и вот дадим им сладости надеюсь они едят сладости надеюсь они не веганы кто там еще на диете и так далее кто-то едет не она не выглядит как что-то большое все думаете большую сумку да но такие мелкие точно не привозит там должна быть должен быть бусик наверное ладно ждем дальше целых две сумки и они очень-очень тяжелые мы под номером три у них это что интересно значит это значит что перед нами еще 2 показывает лицо судя по весу этой сумки там папа прислал токарный станок первым ревизию проведет доме так ты нашел что-то вкусно до думаешь там что-то для тебя там и там есть еще одна сумка не все сразу а а а и а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другой день наступил Другой день наступил DimaTorzok Другой день наступил DimaTorzok Другой день наступил DimaTorzok вот и немного скучновато мне по-русски было бы это скучно учить не мою это вообще там где посчитать можно было хоть интересно было так неинтересно так что скучаем не ну конечно стараюсь напрячь напрячь мозг и взять и собрать всю концентрацию своего внимания чтобы понять и запомнить потому что оказывается здесь виртшафт очень важный предмет и он практически везде есть его нужно знать вот там наш котик устраивается чтобы поспать да это мальчика я про тебя говорю спи спи я не буду тебе мешать у нас очередная пауза поэтому пришло время рассказать вам кое-что это наш верный помощник начиная с тех пор как мы завели канал это было очень давно когда мы еще начали делать румынское гражданство в общем давно вот заказывали моего на алиэкспресс стоил он кажется нам 11 долларов вот сейчас покажу здесь у нас уже вот а плохо видно саша уже его ремонтировал как мог начата не фокусируешь короче эта штука уже плохо себя вела потом здесь да давай уже не хочет сниматься нормально здесь тоже ремонтировалась видите как короче мы пришли к выводу что иногда нам все-таки нужна треножка здесь она кстати вытаскивается каждый такая штука вытаскивается иногда нам нужна треножка поэтому надо заказать другую но в принципе и не в этом даже дело в общем все за покажу ну вот и именно это у нас пришло сегодня доставки почему такой короткий сейчас расскажу у нас новая треножка да в общем на этом сайте вот этот вот сайт мы на нем постоянно заказываем что-то не знаю с тех пор как приехали в германию мы часто там что-то берем потому что в основном берем раскидывая оплату на то есть в кредит берем для того чтобы иметь все что нам нужно но при этом не платить сразу вот и мы короче являемся ими их клиентами уже давно заказываем не так уж и много но заказываем вот и они в честь того что мне день рождения дали мне 10 евро и еще 10 евро в честь того что я типа клиент их постоянный ну как постоянно так себе вот и в общем в общей сложности у нас получается что у меня было 20 евро и мы решили что я хочу мы решили что у меня на эти 20 евро нужно будет взять что-то именно в эти 20 евро чтобы ходила то есть не не за пределами не не просто чтобы была скидка в эти 20 евро а именно с 20 евро я подумал так что же нам нужно и видя вот этот наш в эту нашу тренажку и подумал а давай-ка мы возьмем нам три ножку стала смотреть почем просто я помнил что этот мне достался когда-то за 11 долларов и думаю ну точно найду что-то повыше но которая будет 20 евро и в итоге он буквально на чуть-чуть будет выше чем наша нынешняя тренажка но зато новая и я потратила свои свой бонус который мне дали вот что это за коробка что вы делали с моим с моей тренажкой а у где он у вас был ты холса так что вот поэтому мы заказали тренажку уже не влияет то есть уже не важно было сколько она там высоту важно было чтобы она попала в эти 20 евро просто как факт того что казалось бы тебе подарили эти деньги то есть ты можешь заказать себе подарок ровно в эти деньги не тратил ни цента сверху так что вот получите ли у меня одной рукой достать получится папа все вот она уже хорошо новое это всегда хорошо тем более этот нам проследит прослужил не знаю сколько там лет шесть-семь наверно вот такая вот тренажка она прям реально практически такая же как это что у нас было это нужно поднять раскрутить одной рукой неудобно даже эти штуки будут вытаскиваться точно так же как и здесь ну вот не помните это у нас все равно остается я думаю что нет нет но мы ее будем использовать пока она совсем не развалится мало ли там бывает иногда нужно я разобрала обе тренажки для того чтобы сравнить их по высоте они реально одинаковы пожалуйста тут я не то выставила совершенно одинаковы по высоте то есть они идентичны ничего мы не выиграли кроме высоты ой кроме высоты кроме того что они новые но по высоте если брать то наверное еще евриков на 10 дороже ну цель была просто использовать 20 евро которые мне подарил этот магазин я это использовала все цель достигнута и новая тренажка теперь есть про 10 евро которые он говорила что мне дали 10 евро просто так и 10 евро на день рождения вот саш тоже дали 10 евро которые надо было потратить до 28 февраля и он купил флешку на все 4 гига тоже вышло что сайт просто решил ну магазин решил сделать такой маркетинговый ход подарить нам купон типа на 10 евро чтобы мы что-нибудь купили но конечно у них расчет был на то чтобы мы купили что-то и из этого что-то просто 10 евро сделать скидку но вот мы вышли из положения и я купила этот штатив на саши флешку так что вот так такие у нас приобретения то есть получается штатив и флешка это наши подарки наша погода сегодня сходит с ума вообще по всей германии штормовое предупреждение где-то сильные ветра падают деревья и так далее у нас ночью тоже были пару порывов таких сильных что мы просыпались томи вообще под утро был где-то под диваном не хотел выходить полдня и сейчас вот то дождь то солнце то ветер то еще что-то такая вот веселая погода у нас но все не так плохо как допустим в земле нрв где вообще там детей сегодня оставили дома то есть они в школу сегодня не пошли у нас не все так плохо сегодня все на работе все в школах все как обычно в школах все так хорошо в школах все так хорошо вот